О напряженности на армяно-азербайджанской границе, о том, как будет развиваться дальше, рассказал в интервью Кавказскому бюро военный эксперт Александр Артамонов. Не кажется ли вам, что эскалация конфликта и замораживание процесса выполнения заявления от 9 ноября вредит имиджу России как гаранту новой геополитической архитектуры в регионе? Не думаю, что эскалация или замороживание конфликта вредят России. Россия четко придерживается всех взятых на себя обязательств. Мало того, что президент России действительно помог установить мир и последовательно не вмешивался в Карабахскую войну, несмотря на статью 4 договора ОДКБ, Россия, так же как и Белоруссия, продавали тяжелое вооружение Азербайджану, включая танки, самоходные артиллерийские установки и боевые самолеты. Так что вряд ли Москва в состоянии больше сделать для Баку. Однако большего не сделала бы Анкара. Азербайджану элементарно невыгодно длить конфликт, он уже получил желаемое и портить свой имидж на мировой арене не хочет во избежание санкций, под которыми, например, находится тот же Иран. Так что для начала надо понять, что еще Россия может сделать, быть жандармом народов она явно не хочет. Пашинян сегодня заявил о том, что готов к переговорам, но почему они отказываются от процесса делимитации и демаркации, подставляя Россию, как гаранта выполнения заявления от 9 ноября. Пашинян вел свою игру, желая разместить вдоль армяно-азербайджанской границы российских пограничников и опорные посты ОДКБ во избежание стычек. Из силовых структур стало известно, что 13 августа российские пограничники уже приступили к патрулированию отдельных участков границы, но не сумеют взять ее полностью под контроль без подписания акта о делимитации. Между тем, для подписания этого документа надо помнить, что проект трехстороннего армяно-российско-азербайджанского акта о границе предполагает создание совместной комиссии по вопросам делимитации между Азербайджаном и Арменией. В рамках комиссии планировалось до 31 мая сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями. Повлиять на внутренние армянские процессы трудно, если вообще возможно, но, как видим, патрулирование уже вводится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова